всем привет мы сегодня сидим без работы то там запчастей нет то еще что-то короче очередь есть только запчастей на машины нет значит так я загнал свою машину многие пыжеводы покупая такой пыжик не уверен что все комплектации идут но большинство комплектаций они идут бедненькие поэтому те кто покупают такие пыжики мечтают о четырех вещах первая первая вещь это консовичок потому как на машине завода идет только один консовичок на свет то есть открыл дверь и загорел загорелся плафончик сзади стоят заглушки здесь тоже стояла у меня заглушка я нашел по-моему с гетто или другого какого-то хундая нашел консовичок поставил все теперь одну мечту я победил поставил консовичок теперь когда эта дверь открывается тоже загорает свет это блин вот потому как и блин ну неудобно с одним человеком ночью залазит а у тебя темный такая неприкольно ну вторая мечта это поставить спойлер тоже многие ставят ноги и покупают продается заводской спойлер который клеится на эти петли такой небольшой спойлер ок мы подумаем над этой фигней блин покупать не охота он под подруга дороговатый есть у меня слачете х час крышки и спойлер я сегодня его постараюсь найти примерить там пластика без может перепаяем может натуре влепим спойлер значит так другая еще есть одна прикольная вещь не я чё рассказываю я к это делал обзор этой машины есть видео ссылку кину я тогда берегу днепра дел но блин люди до сих пор мне пишут что у тебя за машина а сними обзор по я такой не видел но мало ли и новые подписчики не подписываются и старые видео не смотрят так еще одна вещь о которой мечтают поживоды многие автомобили идут без этой крышки без крышки бардачка то есть крышка бардачка идет как дополнительная опция кстати крышка бардачка тоже стоит куча денег деньги вот так вот она идет мне повезло у меня крышка была и также есть еще одна мечта поживодов это поставить тахометр потому что пыжики идут без тахометра но с тахометром есть проблема вот это тахометр справа руки справа руки потому что слева рульки найти вот сюда тахометр ну блин это но не это реально но это реально дорого тахометр должен стоять вообще по заводу вот вот так видите он не подходит потому как это справа рульки то есть он и он стоит к стороне водительской стороне вот вот так он должен стоять тахометр справа рульки стоит в два раза дешевле чем слева рульки поэтому мало того что я слева рульки не нашел но я нашел но там цена такая 100 баксов нафиг вот надо за 100 долларов тахометр этот мы купили в три раза дешевле потому что он слева рульки ой справа рульки тахометр продается вместе с кожухом потому как в кожухе есть уже вырез а в этом кожухе есть 2 метки под вырез один одна метка там и вторая то есть можно самому люди покупают тахометры вот этот это меточка вот эта меточка она вырезается ножиком канцелярск если не приходит кожух мне повезло мне подарили еще и кожух класс я долго думал когда не было тахометра я в интернете кучу картинок смотрел думал переделать его на эту сторону но блин думал это разобрать переварить но кину потом я нашел картинки оказывается он нифига нет вот эта площадка не симметричная вот это не симметричная и я думал разобрать переставить чтобы он вот так правильно был ну чтоб чтоб сейчас например четверочка была вверху но посмотрел там дело в том что он немножко как бы есть дырка в экране если я перефигачу что забудут дырка поэтому много баню какая разница с какой стороны сейчас поставим попробуем тахометр сейчас надо открутить один болтик второй болтик один вот второй и все короче а я вам еще прикол покажу один который там есть ну кто не видел что что там есть снял я свой кожух он целый мы его портить не будем мы сразу поставим это сейчас она помыть она грязненький смотрите какой тут есть прикол есть у нас предохранители с одной стороны и с другой то есть поняли если что-то сгорит нас и снимать щиток и также у нас есть уже штекер под тахометр вот для левой стороны крепления 1 2 и для правой 1 2 так надо его наверно это немножко протереть да и вот так он ставится у нас как-то как же он тут ставится короче вот так он ставит а вот не это вот это отжать короче вот так он ставится и так он стоит класс вообще не надо на левую сторону переделывать он здесь прикольно смотрится да да сейчас я помою проверю предохранитель у меня там один ксенон не горит кто помнит может тут все-таки на туманку отдельный предохранитель идет на левую правую да он чуть сгорел так штекер подсоединил и правильно что я решил не переделывать какая разница с какой стороны а что ты не залазишь не хочешь болтик надо снять какая разница вот так болтик обязательно то потеряется желательно лобовое не разбить этой штукой вау 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 а подсветку дадим вау 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 тысяча две класс шесть с половиной отсечка круто я думал сколько отсечка шесть половой оказывается я думал менее но все чики-пики теперь этот чехольчик одеваем и наслаждаемся даже не представляете сколько у человека радости поставив тахометр может быть аж смешно помните делали недельку назад там это девятку арки варили контактной сваркой еще говорил что как в басне крыловой обезьянные очки не знал как варить так вот я теперь не знаю как эту штуку поставить не могу я уже и руль выкрутил и закрутил ну как не могу я уже пробовал развернуть на 180 градусов все равно не могу ну как-нибудь сейчас мы это осилим там кстати есть болтик один в ножке вот я не знаю если его открутить может он поднимется все легко одевается просто здесь есть болтик его откручишь он поднимается на сантиметра полтора тогда в принципе и все подходит вы такой тугой а сейчас по защелку им его соберем и болтик на как-то тут аккуратненько зажать там такой маленькая ладно зажмем из маленькая отвертка людям про радости полные штаны у человека заметьте взрослого человек работает медали вам 3000 почти показал показал так оно все выглядит на улице уже почти темно вот так вот если она не видно вот выключен ксенон в туманках включен ксенон туманках нифига он не освещает он меня именно на под машину светит это у меня ближний этот дальний ксенон сильно не слепит для тех или тех кто переживал у лампочки поменял местами ксенон стал работать не знаю почему ну давайте вот всегда было интересно сколько отсечка это вторая а вот отсечка 110 шесть с половиной будем знать отсечка на шесть с половиной ладно люди всем удачи всем пока блин как его спойлер не нашел у женьки на втором этаже думал там сейчас домой приеду поищу сфон ксенончик видишь он светит нет мне нормально он самопальный а может и нет мне не светит это ксенон сейчас домой приеду поищу блин какой ксенон заговорили вы меня спойлер от латчика хэшбэка который на крышку крепится спойлер поищу если есть тогда наверно завтра попробуем его установить там перепаять попаять ладно люди всем удачи всем пока вот кто это стал вот это вот нехорошие люди здесь становятся это тоже на такой машине тоже нехороший человек он стоянка блин свободно нафиг туда лезть ладно всем удачи всем пока обзор машину фольксваген есть у нас видали какой красивый opel пальчик него у нас за тойоткой достанем сейчас мы немножко переедем включен габаритики оборит и раз один неук давайте я его назову неук вот так тахометр работает все хорошо один неук писал пары отрегулирует они у тебя вверх смотрят машина состоит немножко не под ну не перпендикулярно забору куда регулировать виде какие птички две красивые все тут четенько это ближний лампочки о срам те которые там буду такие в отдельных коробочках идут пластиковых дорогие которые вот дальний вот ближний корректор все работает ксенончик вот дополнительно дает ксенон вот видно как он в основном светит на обочины ну конечно немного вверх если выключить вот ксенон дает в туманках цемент видите цемент чурк короче классный свет всем удачи вот теперь всем покеда я поехал искать домой этот как его блин спойлер про это